Доброго всем дня, ребят! Сегодня хочу как бы поговорить про вот такой вот состав, который я недавно купил для своего автомобиля. Называется он RVS Master Injection Cleaner, фугозолин, то есть это важно, он бывает еще для дизельного топлива, то есть это именно для бензинного топлива. Сегодня вот распаковочка такая небольшая, объясню, что это за состав такой. В общем сейчас на моем автомобиле пробег около 60 тысяч километров и хотя бы раз в 60 тысяч нужно чистить топливные форсунки двигателя. По гарантии это скорее всего не делают, потому что, точнее вы можете чистку форсунок заказать, но скорее всего этого делать не будут, потому что якобы это не нужно. Я консультировался на автостанции, мне сказали, что типа, ой, да все это бред, там типа, да и что ты себе голову забиваешь. Но я скажу, ребята, это не бред. У меня давно уже был Ford Fusion, у него форсунки не чистились порядка там 150 тысяч километров. После того, как я их почистил, заезжал на станцию, мне снимали топливную рейку и чистили каждую форсунку. Машину было просто реально не узнать. Сейчас, как мне кажется, что на моем авиа тоже приходит как бы время чистить форсунки, потому как я заменил свечки, но как бы прыти, как у нового автомобиля, ну нету. Ну не то, что нету, может, ну мне так кажется, что нету. Вот. Как мне кажется, нужно чистить форсунки у двигателя. Если честно, ехать я на стороннюю не хочу какую-то организацию, точнее не гарантийную, который будет разбирать мне там движок, вытаскивать топливную рейку. Вот. И поэтому я решил как бы поискать такой состав как бы более безобидный, который заливается с бензином и как бы прочищает рейку. Вот этот вот состав РВС мастер обещает нам, что идет прочистка инжектора, удаляются все лишние отложения. Вот, по-моему, здесь вот можно это все. Ну, это я читал на сайте у них. Вот. Вселишние отложения, то есть работа восстанавливается и даже способствует экономии топлива. В общем, вот такой вот замечательный как бы состав. Долго думал, какой все же покупать, но много отзывов про этот состав в интернете и поэтому, ну, большинство из них положительные и поэтому мой выбор был именно этого производителя. Давайте вместе откроем, вот так вот, надрезаем, надрезаем вот такой вот, как типа пломба. Открываем. Открываем и смотрим, что у нас там такое. Так, итак, вот такая вот жидкость темно-коричневого цвета и вот такая вот как бы идет небольшая инструкция. Так, ну, здесь много всего написано, что здесь нужно делать. Суть не в этом. Суть в том, что вот этот вот состав заливается, как написано на сайте, на почти пустой бак. То есть бензин у вас заканчивается, перед тем, как заправиться, вы заливаете этот состав. Сначала болтаете всего 20-30 секунд, вот видите, написано. Потом заливаете в бак, потом заливаете 10-15 литров топлива в течение 200-300 километров. А, 15 минут машина работает. Вот видите, на холостом ходе. Машина работает. И потом вам в течение 200-300 километров нужно ехать как бы с щадящим режимом двигателя. То есть не раскручивая двигатель, а ну там желательно ездить с щадящим режимом. То есть там полторы-две тысячи оборотов, скажем так. Вот такой вот составчик. Такая вот небольшая презентаха, что ли. Посмотрим, что как бы всего из этого получится. Сейчас я поеду на заправку и уже на заправке, скажем так, залью его в свой бак. Смотрите дальше. Итак, ребят. Продолжаем про состав РВС Мастер. Как написано в инструкции, я дождался, пока у меня в баке стал абсолютный ноль. Можно так сказать, видите, вообще ноль. Лампочка горит. Вот. Сейчас я еду на заправку. Перед заливкой в бак, скажем так, нужно его 20-30 секунд взбалтывать. Сейчас возьму. Пока буду ехать, буду его вот так вот болтать. Вот. Затем я заливаю его в бак и заливаю 10-15 литров топлива. Вот. Все, я болтаю. Заводимся, едем. Продолжим на заправке. Так, ребят, вот на заправке заливаем содержимое в бак. Так вот у нас получилась пустая баночка. Мы ее заберем с собой. Сейчас зальем 92-го. Ну, давайте 15 литров. После того, как заправились, нужно, чтобы наша машина побарахтала, поработала на холостых оборотах. 10-15 минут. Ну, давайте подождем 15 минут. Сейчас время 11.58. Ну, то есть где-то в 12-13. 12 часов, 13 минут будем отправляться. Пусть сейчас работает на холостых. Посмотрим. Что можно сказать, ребят? Двигатель сразу стал работать тише. Вот я сейчас стою по машине. Его практически не слышно. Эффект прям сразу. Из салона. В салоне также не слышно двигатель. Состав начинает работать. Сейчас нам нужно его 15 минут погонять на холостых оборотах. Ну, давайте ждем. Ждем. Осталось у меня минут где-то 13 еще. Дальше, напомню, нужно будет ехать 150 где-то километров, 150-200 километров без нагрузки на двигатель. Ну, то есть не раскручивать его. Где-то до 2000 оборотов, я так думаю. Ну, что, ребят, прошло 15 минут. Смотрим. Вот. Машина проработала на холостых оборотах. Эти же 15 минут. Ну, что, сейчас я начинаю эксплуатацию автомобиля. Нужно проехать вот эти 200-300 километров, которые мне показывают. Показывает, что запас хода на 200. Ну, что ж такое. На 213 километров. Я проеду эти 213 километров. И дальше уже покажу, что произошло с машиной, какие изменения начальные. После этого мне нужно залить будет топливо. Ну, и дальше смотреть, как работает. Обработка считается законченной через 300-500 километров. То есть через 300 километров я сниму отдельное видео. Смотрите дальше. Так, ребят, я избегаю высоких нагрузок. Еду примерно 2000 оборотов. Но иногда меньше. Двигатель не раскручиваю. То есть мне нужно в таком темпе проехать эти вот 200 километров. Итак, ребят, я искатал 200 километров. Сейчас я еду на заправку. Заправляться очередными... Ну, заправляться очередным бензином. Скажем так, напомню, что после того, как мы проехали 200 километров, нужно заправиться, ну, как бы в обычном режиме. Я лично заправляю это где-то литров 30. Вот. И нужно проехать 300, минимум 300-500 километров. Для полного эффекта, который дает этот состав. Итак, я еду на заправку, заправляюсь. И после этого я уже расскажу, что, как говорится, произошло после 300 километров. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, ребят, прошло несколько дней. По-моему, около 3-4, точно сейчас не помню. Пробег 291 километр. То есть уже, как бы, 300 практически километров. После того, как я добавил этот составчик. Еще раз напомню, вот он, RWS Injection Cleaner. Что можно сказать по двигателю? Обороты однозначно стали держаться лучше. Как можно увидеть, не прыгают, на одном месте держатся. Двигатель стал работать немного потише, скажем так. Что еще? Добавилось немного прытия. Ну, может быть, это мое субъективное мнение, да? Но прытия немножко прибавилось все же. Я абсолютно ничего не менял в машине, ничего там не прошивал. Там колеса накачаны, как накачаны у меня сейчас. То есть по 2,4 атмосферы на колесо. Вот. Но автомобиль восстановил немного свою такую, как бы, прыть. Что понравилось, двигатель стал, как бы, немного тише работать. Вот, что понравилось. По расходу. 8,9. 8,9. Пока, как бы, столько же, сколько и было. То есть, пока непонятно, но я думаю, что максимальный эффект будет после 500 километров. То есть, я еще хочу залить бензина и доехать все-таки до 500 километров. И там дальше посмотреть, что как получилось. Ну, как я считаю, задача по прочистке инжектора все-таки была выполнена. То есть, вот, еще раз повторю, ребят, вот, не зря я отдал все-таки вот за этот составчик. Около 1200 рублей. Вывод какой. Состав действительно работает. Всем, скажем так, его советую. Ну, я знаю, что многие относятся к этому скептически, к этим составам. Так что, ребят, это, опять же, все выбирать только вам самим. Только вам самим. Выводы только вот такие. За 1200 рублей, в принципе, в принципе, неплохой состав. Неплохой состав. Напомню, что если бы так чистить инжектор, это сейчас стоит порядка 3-3,5 тысячи рублей. Опять же, это вмешательство в двигатель. Ну, и не знаю, стоит ли это этим вообще сейчас заниматься. Особенно на гарантийной машине. Еще раз скажу о цене. Ребят, 1200 рублей. 1200 рублей. Называется инжектор-клинар. У них там еще полно всяких разных препаратов на сайте. Зайдите, посмотрите. Там есть и прочистка дизеля, и прочистка, там, я не знаю, и добавление в масло. Но добавление масла я у них не стал покупать. Все-таки масло есть масло. А вот топливная система достаточно неплохо себя зарекомендовала. Лично мне понравилось, скажем так. Мне понравилось обслуживание на самом сайте. Мне понравилось, как, в принципе, ведет себя этот состав. Также, ребят, мне понравилось, что, типа, если вы ничего не почувствуете, они, ну, прямо у них на сайте написано, что они могут вернуть за этот состав деньги. Вот. Однако, лично я почувствовал. Вот такая вот небольшая статейка про этот составчик. Думаю, всем было полезно, ребят. Ну, что ждать от этого состава? Именно прочистки инжектора. Прочистка инжектора дает немножко прыть и двигателю. На этом все. На этом все, ребят. Всем пока. Думаю, моя статья была вам полезна. Читайте наш автоблог. Подписывайтесь. Здесь вот значочек. Всем пока. Продолжение следует.